Тендер на ремонт 19-го сада выиграла московская компания «Строймонтаж-сервис». Сейчас идет демонтаж полов, дверных крабов. Мебель уже вынесли, аккуратно сложили до окончания ремонта. А потом уже будет замена доставок. Была заказана экспертиза, в обследовании было проведено стопроцентное здание, в связи с чем мы вышли на федеральную программу по капитальному ремонту здания полностью. Здесь входит полностью замена коммуникаций внутренних, вентиляция прокладывается вновь взамен утратившей свою функцию, меняется канализация, водоснабжение, отопительная система, электрика, меняются все коммуникации, плюс внутренний ремонт помещений, замена плитки, замена напольного покрытия, замена балок и полов. На сегодняшний день на площадке 25 рабочих. Заместитель главы администрации Максим Красноцветов настаивает, количество сотрудников надо увеличивать, чтобы успеть к сроку. В дальнейшем, уверяет представитель «Строймонтаж-сервиса», здесь будет до 40 специалистов. Окна и крышу трогать не будут. Также не будет и перепланировки. Ремонт обычный, без нюансов, уверяют строители, обещая справиться к 25 декабря, как по договору. Максим Валерьевич предупреждает, продления срока не будет. У нас срок по контракту какой? 25 декабря. 25 декабря. Значит, вот я четко фиксирую тот момент, что у нас неудовлетворительное состояние по людям, которые работают здесь. Не может 25 человек выполнить такой объем работы за такой короткий период времени. А выходной вы работаете? Конечно. Ремонт ведется в рамках государственной программы образования Подмосковья и партийного проекта «Единой России. Модернизация образования». Сумма контракта – более 29 миллионов. По окончании работ в семи группах садика установят мебель, закупят, если понадобится, недостающие, смонтируют пожарную сигнализацию и только после этого детишки вернутся в привычное здание. Бассейн, кстати, первый в Ивантеевке в детских садах, останется и будет функционировать. Фасад утеплят керамогранитной плиткой. Желтые и белые полосы будут чередоваться в тему названия садика «Солнышко» и в гармонии с городскими зданиями, в частности, техникума.